Российские железные дороги, РЖД, предоставляют возможность бронирования железнодорожных билетов онлайн не выходя из дому, через официальный сайт РЖД или программу для смартфонов, запуск 19 апреля 2017 года. Бронирование ЖД билетов онлайн официальный сайт РЖД. Официальное мобильное приложение, РЖД пассажирам. Работает на всех мобильных операционных системах. Электронная почта, ticketsobaka.rzd.ru Доступность, достаточно иметь доступ в интернет, экономия времени, нет необходимости ехать на вокзал, искать кассу поблизости, звонить по телефону, отсутствие очередей, возможность заказать билет непосредственно перед отправлением поезда, гарантия, поймать билет за 45-60-90-х суток, все билеты поступают в онлайн продажу единовременно при наступлении указанного срока, предзаказ невозможен, функция онлайн аннулирования, если обстоятельства не позволяют уехать. Дополнительная информация. Для поездов с датой поездки после 1 августа 2018 года на билете отображается исключительно местное время, не в Москве. Как купить электронный билет? Электронный билет.app принимается в поездах дальнего следования, внутрироссийских и международных, скорых пригородных поездах, ласточка, стриж, спутник. Важно, забронировать билет на поезд РЖД онлайн без оплаты полной стоимости невозможно. Для покупки через сайт нужно предпринять несколько шагов, заполнить требуемые данные, оплатить билет безналичным расчетом, зарегистрироваться на поезд онлайн, скачать посадочный талон. Посадочный купон не равен контрольному купону, по сути, это просто кассовый чек. Последний подтверждает оплату, он не подходит для посадки. Обратите внимание. Если получен посадочный талон, никакого подтверждения онлайн бронирования в привокзальных кассах не нужно. Не всегда разрешена предварительная онлайн регистрация. В таких случаях пассажир обращается в кассу либо получает талон по номеру заказа на стойках самообслуживания на железнодорожных станциях. Если на вокзале получен посадочный купон, онлайн регистрация на поезд через сайт не учитывается. Для посадки в поезд подойдет только талон на официальном бланке, из кассы, из автомата. RGD рекомендует воспользоваться следующими браузерами для совершения операции по приобретению App Internet Explorer от 10, Mozilla Firefox от 40, Google Chrome от 38, e-броузер от 10. Обратите внимание. Бронирование билетов RGD Online на детей до 5 лет обязательно. Стоимость детского билета до 5 лет бесплатна. Оплата. После внесения необходимых данных о пассажирах появляется сообщение об успешном оформлении билета с указанием номера заказа, номера App, 14 цифр. Временной лимит для оплаты заказа 17 минут. Если оплата не проведена, App аннулируется. Для оплаты подходят банковские системы Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Mir или кошельком индекс деньги. Комиссия не предполагается. Как пройти онлайн-регистрацию. После оплаты полной стоимости онлайн-пассажир автоматически регистрируется на поезд. Самостоятельно через личный кабинет. Это форма согласия на поездку по заданному маршруту. Необходимо каждому уезжающему. На поездах, не оснащенных функцией регистрации онлайн, есть памятка «Поезд без онлайн-регистрации». Внимание! Необходимо получить билет в кассе на территории России. Какие документы показать для посадки? Сотрудникам РЖД достаточно посмотреть распечатанный посадочный талон на листе А4 или на экране смартфона, планшета и документ, подтверждающий личность. Детям до 14 лет – свидетельство о рождении или его нотариальная копия. Внимание! На международных маршрутах условия предъявления ЭП могут отличаться. Рекомендуется уточнять перечень и формат предоставления документов. Возврат ЭП. В соответствии с действующим законодательством ЭП ничем не отличаются от бумажных, приобретенных в кассе, и могут быть возвращены перевозчику. Возврат ЭП через сайт РЖД, в личном кабинете, мобильное приложение. Зачисление необходимой суммы на счет, с которого оплачивался ЭП, занимает 7-30 дней. Выплаты на иные банковские карты невозможны. Важно, если в броне фигурировало более одного пассажира, можно отменить заказ полностью и один конкретный билет. Дополнительная информация. После получения посадочного талона в бумажном виде через сайт отменить билет нельзя. Билетную кассу на территории РФ, необходимо предоставить контрольный купон или номера заказа плюс паспорт. Распространяется также на ЭП, оформленный на сайте. Оформляются два заявления о возврате места и о возврате денежных средств. Документы вместе с билетом передаются кассиру или направляются почтовым отправлением в адрес северо-западной дирекции скоростного сообщения. Билетные кассы на территории бывших советских республик, точный список смотреть на сайте. Речь идет о билетах на маршруты СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Надо знать, в кассах П-3 производится возврат мест, не цены билета. С регистрацией онлайн, минимум за час до отправления поезда от пункта отправления. Без онлайн регистрации, за час после убытия поезда со станции посадки. Важно, в кассах РФ для возврата денег нужно предъявить документ о возврате мест. Какую сумму вернут? За возврат ЭП предполагается сбор в размере 192 рублей. 70 коп звездочка. За каждое место, кроме возврата бесплатных билетов на детей до 5 лет. Звездочка тариф действует до 31,12. Для местных маршрутов по РФ на банковскую карту возвратят, за 8 часов до поездки, полную стоимость проезда, 2-8 часов до поездки, стоимость билета и 50% стоимости плацкарты. За 2 часа до отправления, только стоимость билета, в случае опоздания в течение 12 часов после отправки поезда или по причине проблем со здоровьем, необходимо подтверждение, в течение 5 суток с момента начала движения, только стоимость ЭП. Внимание! Оформление без личного кабинета на сайте РЖД не осуществляется. Нужно пройти процедуру регистрации, создания логина и пароля, или зайти под своими регистрационными данными. Открыть в рекомендуемом браузере сайт РЖД. В начале страницы в сером окошке выбрать вкладку «Купить билет» и посмотреть расписание. Заполнить станции отправления и прибытия, дату поездки. Система автоматически подберет маршрут без пересадок. Если необходимо сразу купить билеты туда-обратно, поставить галочку в квадрате рядом со словом «Обратно», под датой отправления и указать дату возвращения. Справа нажать кнопку «Купить билет». Отображаются поезда, на которые остались билеты. Для просмотра всех поездов убрать галочку возле надписи «Только с билетами», слева от кнопки «Купить билет». В сформированном списке отображаются только прямые маршруты. Для выбора удобной пересадки справа над красной кнопкой «Подобрать», поставить флажок у фразы «Маршрут с пересадками». Под кнопкой «Подобрать» расположено меню фильтров и сортировки полученного списка отправлений. Выбрать подходящий поезд. В правой колонке указан класс обслуживания вагона, начальная цена билета, самые дешевые билеты, как правило, верхние боковые, и количество оставшихся мест. Выбрать класс обслуживания. Нажать на название. Выбрать вагон. Нажать на номер вагона, ознакомиться со схемой вагона и доступными местами. На схеме вагона выбрать место, нажать на номер места, выделенный голубым цветом. Нажать на кнопку «Перейти к вводу данных пассажира» и выбору мест. Во всплывшем окне о необходимости согласия на обработку данных поставить галочки и нажать на кнопку «Продолжить». Слева заполняем информацию о пассажире, пассажирах. Справа представлена информация о выбранном поезде, времени отправлений, маршруте следования, а также примерная цена за выбранное количество билетов. Информируем, что цена билета зависит от выбранного места в вагоне. Над фамилией окошко «Оформить по льготе ФСС» Фонда социального страхования, поставить галочку. Если вы имеете льготу на проезд к месту лечения и обратно. Ввести данные о пассажире, электронный билет на поезд ФИО, пол, дата рождения, гражданство, тип и серия номер документа. Будьте внимательны при заполнении граф. После оплаты внесения изменений невозможно. С некорректными данными совершить поездку и получить посадочный талон нельзя. Важно, при смене фамилии, например, после замужества, проехать по ранее приобретенному билету с девичьей фамилией невозможно. При наличии бонусной программы «РЖД бонус» установить флажок у надписи «Указать номер бонусной, электронной или дорожной карты» и ввести данные карты. Принять решение о необходимости оформления страхового полиса. Страховой полис на сайте «РЖД» можно оформить двух видов – от несчастного случая или медицинские расходы. В первом случае, если с пассажиром что-то случилось, от него независящие. Во втором, если у него ухудшилось состояние здоровья и потребовалась срочная медицинская помощь. 13,1 для отказа от страхования убрать галочку в красном поле – от несчастных случаев, НС, И, или убрать галочку в красном поле – медицинские расходы. 13,2. Выбрать страховую компанию в поле – от несчастного случая, щелкнуть на пустой кружок возле названия компании. 13,3. Выбрать дату начала и окончания, при необходимости – действия полиса на медицинские расходы. Обязательно поставить галочку «Выбирая страховку, я соглашаюсь с особыми условиями страхования и офертой». Нажать на знак «плюс» для добавления пассажира. Для удаления пассажира нажмите на красный знак «минус» справа над графой «отчество». Для выбора мест ввести вручную диапазон в активных окошках номер места или на схеме вагона кликнуть на номер места, подсвеченное голубым цветом. Обратите внимание, справа темно-серым цветом указаны иконки услуг, доступные в данном вагоне. Иконка со знаком «собака» показывает, что пассажир автоматически зарегистрирован онлайн. При наведении курсора на иконку всплывает информация о необходимости печати апп. Под схемой вагона согласиться с обработкой информации о пассажире, поставить галочку. Нажать «Зарезервировать место». В случае успешной регистрации на экране отображается красная надпись «Ваши места успешно забронированы». Справа расположено информационное табло о вашем заказе. Внимание! На данном этапе оформлен заказ на покупку билета, билет еще не куплен. Если в течение 17 минут оплата не произведена, резерв аннулируется. В нижнем правом углу кликнуть на красную кнопку «Перейти к выбору услуг и оплате». При необходимости нажать серую кнопку слева «Отменить заказ». Установить галочку возле подтверждения ознакомления с правилами сайта. Справа внизу кликнуть на красную кнопку «Перейти к оплате». Заполнить данные карты. Нажать красную надпись «Оплатить». Билеты находятся в личном кабинете. Зайти в личный кабинет, в правом верхнем углу страницы сайта РЖД нажать на FIO владельца логина на сайте РЖД темно-серого цвета. Слева в списке выбрать третью ссылку «Мои заказы». Распечатать, сохранить посадочный талон. Процедура онлайн-оформления билета проста, удобна и понятна. В настоящее время все больше пассажиров предпочитают приобретать билеты через интернет. Продолжение следует...